Вы готовы встречать следующую гостью? Точно готовы? Как-то вяло разварила на июльском солнце московском, да? Ну не томи, не томи! Давайте встретим Алина Загитова! Алина! Безумно рада тебя видеть, прекрасно ты видишь. И микрофон. Чтобы мы тебя тоже и зрители слышали. Микрофон. Всем добрый день! А день действительно добрый, день праздничный. Столетие московского спорта, грандиозный праздник, устроенный департаментом спорта города Москвы. Ну, рассказывай свои впечатления от этого. И день победный для Алины. Вот мы, когда анонсировали твой сегодняшний день в самом начале этого мероприятия, говорили о том, что вот ты будешь пробовать себя в фехтовании, будешь против олимпийской чемпионки, то есть на чужой территории. И я говорила Денису, вот кто здесь был, помнит мои слова, я говорю, ну Алина вот чемпионка по натуре, мне кажется, она и в фехтовании выиграет. Вынесла Карину основу ряд? Ну, я могу сказать, что фехтование – это, конечно, удивительный вид спорта. Я узнала, что он ходит в топ-3 интеллектуальных видов. И там каждая доля секунды может просто пойти тебе как на пользу, так и ты можешь проиграть. Конечно же, я не претендовала на то, чтобы победить великую олимпийскую чемпионку. И для меня это был новый опыт. Я вот сегодня только взяла первый раз шпагу в руки. И, конечно, она была тяжелой для моей руки. Она чуть-чуть устала, но я думаю, что я справилась, насколько я могла. А была какая-то подготовка? Я помню, что в прошлом году, когда ты боксировала, ты прям готовилась. Были тренировки, там основы изучала. А с фехтованием? Ну, бокс для меня стал просто открытием, наверное, прошлого года. Я начала заниматься сама просто для общего развития. И поэтому я даже не думала, что здесь я буду боксировать. А сейчас мне предложили буквально незадолго, чтобы я встала в спарринг с олимпийской чемпионкой по фехтованию. И, конечно, мне она провела мини-мастер-класс перед тем, как мы вышли. Но все равно этого не хватило, наверное, для того, чтобы мне выйти и победить ее прям как профессионал. Ну, а впечатление-то как? Захотелось еще, быть может, в другой раз попробовать вновь себя в этом виде спорта? Конечно, мне подарили экипировку, подарили шпагу. Поэтому все может быть. Если у меня будет настроение, я думаю, только за и буду совершенствоваться и в этом виде спорта. Я помню, мы обсуждали после бокса, что тяжело было влезть в перчатки, потому что у тебя длинные ногти. Какие-то были особенности... У меня сейчас короткие. Я только хотела сказать, были какие-то особенности вот с фехтованием в этом году? Ну, то есть как с боксом в прошлом. Открою небольшой секрет, фехтование только одна перчатка нужна, та, которая держит шпагу. Ну да, конечно, заранее мне привезли экипировку, разные размеры. Там же есть особенности в том, чтобы, например, как прилегает костюм к тебе, какая перчатка по размеру тебе должна быть и как правильно держать шпагу. То есть это очень тонкие нюансы, в каждом виде спорта они есть. Поэтому тут, конечно, подготовилась чуть заранее. Олен, я занимался современным пятиборьем, в который входит фехтование как раз на шпагах. Я помню свой первый опыт, когда мне предстояло выйти фехтовать с соперником. То есть я надевал фехтовальный костюм, брал на руки шпагу. Я был еще тогда ребенком, и мне очень было страшно. Я боялся, что несмотря на защитный костюм, вот эти железные уколы в тело, ну или там в любую часть, потому что шпаги можно колоть в любую часть тела, они будут болезненные. У тебя был такой страх внутренний перед началом этого поединка? Ну сегодня достаточно такой сумбурный день. Я даже не успевала думать об этом, поэтому первое попадание в меня, конечно же, я такая, ауч, что это такое было? Мне кажется, что там будет синяк завтра, но я только рада, что у меня есть теперь профессиональная травма фехтовальщиц. Ну я бы травмой это не назвала, шрамы украшают мужчины, у вас, женщины, украшают обычные синячки, да, но они быстро проходят. Ну у нас девушек тоже может быть, вот все мои шрамы, они все здесь, поэтому я их не сужусь, а только горжусь. Смотри, фигурное катание это вид спорта, когда ты соревнуешься с соперником, но ты его не видишь. То есть нет, ну нет такого, что ты выступаешь и параллельно еще кто-то выступает. То есть ты делаешь свой максимум, соперник старается сделать свой. А фехтование это все-таки победить конкретного человека, который напротив тебя. Вот тебе в какой роли комфортнее, все-таки, когда ты сама с собой соревнуешься в первую очередь, или же вот когда ты видишь человека, которого надо победить. И там можно как-то взглядами поиграть, еще что-то. Ну конечно, в каждом виде спорта есть свои нюансы, как я уже говорила. Вот я, например, когда выступала, я вообще не смотрела на своих соперниц, специально чтобы не накручивать себя перед своим выступлением. Здесь, в принципе, это было в таком игровом формате, поэтому мы смеялись, мы разговаривали, и мы там, как дела, все нормально, так что это было очень интересно для меня. Ты вообще такой пример разноплановости, то есть вот пример того, что если что-то хочешь, надо пробовать, делать это, бокс, фехтование, пение, музыцирование. Вот это все вот идеи, они к тебе самой приходят, или все-таки еще кто-то там тебе предлагает? А давай попробуем вот это, и Алин такая уже думает, делать или не делать. Ну, раньше я вот на самом деле думала, а что люди обо мне скажут, надо ли мне это. И потом это как-то прошло со временем, и я решила, что нужно попробовать себя везде развиваться, и, конечно же, не стоять на месте. Поэтому, как сейчас, я пробую все и сразу. Алин, ну ты человек точно публичный, наверняка есть, большинство наверняка тебя любят, но, возможно, есть какие-то хейтеры. Когда ты что-то пробуешь, выкладываешь это там, или не выкладываешь, в том случае с тобой внимательно, пристально следят, а читаешь ли ты, что пишут в комментариях, и как ты реагируешь на, возможно, негативные комментарии? Ну, раньше, конечно, реагировала достаточно импульсивно, и как бы задумывалась, вдруг они правы, вдруг реально у меня ничего не получается. Но если над каждым комментарием так задумываться, ну, у тебя ничего не получится, и ты просто зажмешься в себе, и не будешь дальше развиваться. Поэтому, конечно, я не понимаю, сколько времени у этих людей, и есть ли у них своя жизнь вообще, если они вот имеют время на такие комментарии писать чужому человеку, который вообще, в принципе, вы с ним не знакомы, мы с ним никак не разговаривали, то есть, тут, конечно, для меня непонятно, но у каждого в своей жизни они сами решают, что делать. Научилась с этим справляться вот так вот с чьей-то помощью, или сама к этому пришла просто с опытом, с подростком? Ну, наверное, это приходит с опытом, но без... без того, что, наверное, ты в себе не разбираешься, там, сам с собой не разговариваешь. По вечерам я задумываюсь о многих вещах, и, конечно, это мне как и помогает, так и не помогает. Поэтому я пытаюсь контролировать все, что я думаю, потому что это может пойти не на поиску. Ох уж эти женские мысли по вечерам в тишине. Я думаю, что сейчас многие девушки поняли, о чем мы. Скажи, пожалуйста, ты сегодня еще и выступала на фестивале фигурного катания, все успела, как там все прошло, потому что мы, к сожалению, с Денисом пропустили выступление. Да, да, непорядок, но я уверена, что кто-то из присутствующих здесь был на малой спортивной арене. Да, кто был? Очень многие успели добежать сюда. По-моему, вся малая спортивная арена сюда перекочевала просто. Ну, да, сегодня очень насыщенный день получился. Я сначала была на фехтовании, потом... А, сначала я приехала на тренировку с утра, мы еще успели раскататься, потом я пошла на фехтование. Очень переживала, нервничала, как вообще люди отреагируют на это, но достаточно позитивные комментарии я получила, поэтому меня поддерживали мои люди, поэтому за что я им ее очень благодарна. Вот, и потом быстренько-быстренько я побежала на малую спортивную арену, буквально там 3-4 человека оставалось, быстро завязала коньки, ни о чем не думая, и вышло. Все достаточно хорошо прошло, к счастью для меня. Алина, скажи, пожалуйста, после того, как ты прошла свой главный спортивный путь, сейчас понятно, что ты поддерживаешь себя в форме, выступаешь в разных шоу-проектах, я уже задавал такой вопрос твоим коллегам, что когда человек занимается профессиональным спортом, он не может, даже если хочет, попробовать что-то экстремальное, ну, там, горные лыжи, прыжок с парашютом, чтобы не получить травму, и это не повлияло на его профессиональную деятельность. Сейчас ты можешь себе это позволить, и хочешь ли, и, может быть, ты что-то уже пробовала? Я пробовала в Сочи, как это называется, когда спрыгиваешь... Бейс-джампинг? Ну, типа того. За веревку, когда подвязываю, ты падаешь в пропасть. Да-да-да, мне понравилось, хотя у меня были такие сомнения, но, мне кажется, каждый должен пройти через это, то есть перешагнуть себя и попробовать что-то новое. Конечно, сначала страшно, а потом у тебя просто куча позитива и заряд на весь день, на всю жизнь, эмоции. Это запоминающиеся эмоции. Вот, ну, попробовать сейчас с возрастом, наверное, есть такие опасения. С каким возрастом? Не говори при мне про возраст. С каким? Более при мне. С 21 уже. Ну, как бы, есть такие моменты, когда ты уже опасаешься за свою жизнь, поэтому мне хватает фигурного катания и то, что я делаю. У меня адреналина достаточно в жизни. У меня такой чисто женский вопрос. Ты, когда описала свой день, сначала тренировка, фехтование, выступление сюда на ток-шоу, сколько нарядов ты с собой сегодня взяла? Ведь везде ты была в разном, насколько я понимаю. Ну, конечно, с вечера начинаются вот эти все думки. Наверное, девушки меня все поймут. Так, что я завтра одену, какие мне будут аксессуары, что там с макияжем, с прической. И начинаются вот эти вот задумывания. Поэтому я все готовлю с вечера. Ну, то есть вот этот наряд и костюм у меня уже готов к выступлению. Все поглажено, все висит на плечиках. Поэтому и фехтовальщик, как это называется правильно? Костюм для фехтования. Да, его уже сюда привезли с вышивкой моей фамилии. Поэтому за это я даже не переживала. Ну, ты сегодня справилась на отлично, мне кажется, со всеми пунктами, которые ты должна была сегодня сделать все, что ты сегодня запланировала. И прекрасные костюмы, великолепно выглядишь. Ты знаешь, словно спала сегодня на 12, спокойно собралась и приехала сюда с нами, да, пообщаться. И не скажешь, что с утра человек уже, знаешь, как будто вокруг земного шара оббежал, все успела сделать. Ну, с утра, конечно, у меня там начинаются всякие бьюти-процедуры, знаете, там у меня всегда стоят массажеры для лица в холодильнике, в морозильнике стоят такие роллеры, вот, и с утра я максимально пытаюсь себя привести в порядок. Моя кожа говорит мне не спасибо, но для камеры очень хорошо, хорошие действия я провожу с утра. Немного секретов красоты от Алины Загитовой все записали? Я запомню. Ну что, спасибо большое, Алине. Да, спасибо большое, говорим тебе. Спасибо большое. Не отпускаем с пустыми руками. Это юбилейная книга «100 лет московскому спорту». Ты активно всегда принимаешь участие в мероприятиях московского спорта. Ты большая молодец, большой пример для вот этой аудитории, которая сегодня сюда пришла в 9-10 утра, чтобы встретиться с тобой. Ваши аплодисменты Алине Загитовой. Всех с праздником, всем пока. Это вот кто не успеет сфотографироваться отдельно с Алиной. Давайте, как только я подниму руки вверх, мы все такие кричим и хлопаем. Не знаю, что вы хотите делать. Это важнейшая бьюти-процедура – сделать правильный контент. Алине Загитовой Ребят, большая просьба, будьте аккуратны, не создавайте такую толпу и давку. Вот оно, счастье детское. Алина, будь внимательна, что подписываешь, потому что мне, когда давали на подпись девушке, говорили, что это брачный договор. Мужчину внимательнее бери документы на подпись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но не устраивайте давку, это чревато. Разные случаи бывали, понимаете? Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте проводим аплодисментами Алину Загитову. Спасибо ей большое.